Почему тепловидор в данной ситуации обижается, потому что сразу контраст получился, сразу чёрто понятный вид, как-то его не красить, это раз. И я думаю, что мультфекционная камера, в принципе, она должна быть в секунду. Ну да, просто мультфекционной камерой начинается уже целая наука, потому что вы можете посмотреть, там, ну, видишь, регенерацию само собой, но дальше можно, в принципе, смотреть по спектральному анализу целой библиотеки, что сейчас вы видите, идентифицировать там определённые сорняки, да, можно идентифицировать путь до, насколько я понимаю, до химического анализа почек, там, азота содержания и дальше пошли. Но вопрос в том, насколько эти технологии уже сейчас разработаны, потому что все там декларируют, что над ними работают, насколько есть готовые вопросы. Ну, ещё вот такой вопрос, например, если где-то начинается полиция, кто-то отачал не перешёт, если контролировать, то вы скажете, что вы сидите на раз в неделю, и вы являетесь в отачалке, из-за того, чтобы знать, сколько килограмм, после этого ситуация, конечно, килограмм 5-7, просто этот участок один обработан ещё в начальной стадии. Ну, теоретически, да. То есть тогда похолит неплохо, я думал, победить и солярочку, и вообще растения здоровее оставаться, то есть давить взородышку, точнее, что это может постоять. Ну, да. Так вот, за 16 дней много же перемен может произойти? Очень. Поэтому вот-вот вам и киосей. То есть, там, после каждой обработки, ну, там, на разных культурах же разные обработки, туда нужно мониторить там результаты обработки, чтобы понимать, что у этого получится. Ну, в такой ситуации, я думаю, что тут уже выгоднее хозяйству иметь в своё оборудование, если оно будет реально эффективно, приносить... Да, по идее, да, но тут возникает вопрос, что в хозяйстве это надо всё организовать, думаем о человеке, не идти, учить. Теоретически, если большое хозяйство, то можно... Тут, на самом деле, как бы сложно, в моменту нифига, потому что мы стараемся исключить человеческий акт, в свой вопрос. Сложно, я так понимаю, там больше программное обеспечение и анализ реклампатов. Да, заказать маршрут, это наприкать мышкой на карту дождь, всё. Плюс к тому, что всё, можно до того, что с ним планировать делать такое, чтобы просто, ну, там, у тебя есть поле, ты его, отгол, всё, у тебя маршрут там сам расписался. То есть два заданных параметра. Для облёта на высоте, там, 200 метров будет такое, для внесения к экрану будет такое, просто выберешься. Потом понажал, вылетел, сделал дело, вернулся, сел, всё. То есть тут, как бы, вмешательство операторов в процесс полёта стараемся вообще ликвидировать, потому что из моего опыта, я уже 5 лет занимаюсь съёмкой, кемо, там, вот это и т.д. Вот, из экрана. Крыши, конечно же, были. Куда же без этого воздуха никто не оставался. Так вот, скажем, из полутора десятков крышей, которые переключили, тринадцать, это было вина человеческих партнеров, тоже. Техника, ну, по сравнению с тем, что было пять лет назад, конечно, стало на порядок, надёжней, и тенденция эта продолжается. Можно говорить о том, что там ещё через 3-4 года эта фигня будет взятать, типа, ну, единственное, что здесь есть, подшипники, да, заявляет им 50-60, что он двигатель. А на сколько гидроскопов, системная такая надёжная? Единственная трабла, которая у неё бывает, это она температура начинает, показания чуть-чуть меняем, температурная калибровка. С этим уже тоже по-народице. То есть, там изначально их калибруют в двух разных температурах, и процессор рассчитывает себе значения все промежуточные между этими показаниями. То есть, ты его в горизонте делаешь раз, там, при минус двадцати и плюс тридцати. Исходя из разницы этих показаний, то есть, он сам себе считает таблицу поправочную, а он от чего, от самок тоже от батареи питается? От топа? Нет, гироскоп. Конечно, нет, гироскоп выполнен по технологии, как с микроэлектронной технической. То есть, это вот как микросхема, которая состоит из слоёв разных, то есть, подложка кремниевая, потом акси пошёл изолятор, потом там алюминий проводник, и там, кто её напыляет, будем продавать. То же самое, только в... Там сделаны подвижные части миниатюрных площадок. Они размером киклоны. То есть, ребята дошли до того, что они сделали боролюшую на ГСЕ. Ну, поржание. Вот. Это просто маленькая очень механика, которая герметично закрыта в корпусе, и уже работает. Там как бы... Ну, не знаю, у меня не было ни одного отказа в моей практике, где у нас перескопа. Были отказы там GPS-а, когда что-то происходило? Ну, получается, что полётный контроль, для начала кривой команды, это же тебя снилось. Просто вот это было... Ну, опять же, сейчас всё улучшается гораздо лучше. Два поколения снижения. Конечно, такие приемы не делаются. А у вас просто платформа, сам героскоп, там, с монитором и управлением для него можно купить вообще? Моничные. Для съёмки просто. Моничные. То есть, просто вот... Всё, что снизу отвалит, посмотрите. Курт, коптер, батарея зарядит. Ну, я просто, там, для своих съёмок задумывался о героскопе, потому что у нас как-то интересно. Подумайте. Скажите, где было? Фильмо-техника рванула как в своё время героскопом. Фильмо-техника? Молодцы. Да. Молодцы, не спорю. Мы летаем за одну из наших упражнений. А съёмками мы занимаемся уже больше пяти летом. Летаем с тяжёлыми камерами. А вы на чём летаете с тяжёлыми камерами? Ну, похоже. По размерам даже похоже. Но он не летает сорок, он летает на десять-денадцать. В принципе, для гоблеров... Ну, вы имеете в виду, да, вы не беспилотник? Да, он... Ну, тут уже планы коптера. Ну, к примеру, вот это вот видео, которое с большим суммом. Это вот такой штуки снят. Проект в Каде, это уже готовое изделие. Вот так. Тут живёт камера Panasonic. Очень хорошая. Вот. Вот это вот... Тяжёлый Blackmagics. Очень дорогий. Ну да. Такой размер. Не дай бог, да. Такой, да. Ловить камера. Вот так. А съёмочные они безногие. Они все летают в трубку. Потому что, когда взлетает душа с 15 кг весом, она выдувает из председателя столько пыли, что... Ну, просто жалко. Жалко технику. Поэтому она вот так вот запускается и так же усадится. чтобы сбежать. Тогда нет. Выгодят. Да? Да. Ну... Таймер, но он же точно управляет. За что-нибудь хватаешь. Он, действительно. И никакой вопрос. Это просто. Хорошо. Подошёл, руки поднял. Что по голове не пойдёт? Да нет. Ну, такое. Это же смехота. Посмотрите на пропеллеры. Мы такие пальцами ломали. Пальцами? Пальцами? Ну, я помню просто, когда в детстве таймерки запускали. У нас там были эти бензиновые, ну, деревянные винты. Ломались винты, да? А когда пластиковые, там уже могли, конечно, не пальцами. В зависимости от мощности двери. Ну, это серьёзно. У нас не карбон, нет? Ну... Здесь... Сделан следующий блокинг. Двупальцевая основа. И он в ряду сверху. У меня в стоябе карбона по десятке. Вот. Да. Он очень жёсткий. То есть пластик в такой же жёсткости пластик с такими же параметрами будет раз в четыре деревяна. Вот. Чисто деревянная, такого размера. Да, это классно. Испоем. Это будет хорошо. Но дерево ложит. Как испоем реал. То есть, все тут карбоновые. Вот так. И ничего страшного. А деревяшки и свечёт. Вот. Она потом где-то в полёте разводится. Очень подвечено. Которая не имеет. Ну, ладно. Спасибо большое. Давайте я как можно подумаю. Давайте я соберу поспокойную. Да, конечно. Давайте встретимся, поговорим. На самом деле, мне больше всего интересно пробовать. То есть, если вы думали понять, как это значит, как это значит. Как это значит? Как это значит? Как это значит? Ну, я думаю, что там, где деньги есть, эти применения могут. Особенно. Особенно. Ну, если в полное тотальное объяснение. Как это таковы или любая не поможет. Но. Возникает там. Вот. Где на этом действительно можно сэкономить там хозяйство. Если у него есть хороший анализ съёмки. Человек полковый, который понимает, как можно трактовать то, что снято и поддержать, скажем, данные снизу. И потом есть совместимое возле между результатами съёмки и техникой, которая используется для внесения удобрений и на обработках глицидов. Ну, вот с техникой у нас очень сложной. Хозяйства найти, у которого есть там умная техника, очень мало. Потому что когда-то появляется такое хозяйство, а он банкротится там через пару лет. Потому что наши условия, ну, не совсем да, не совсем конкурентно способны. Поэтому пока, я думаю, что это, ну, до экономии на внесение там удобрений и химии СССР, да, пока, наверное, об этом думать рано. Но с точки зрения анализа и мониторинга пассивов и попытки понять, в чём проблема, да, для того, чтобы сэкономить время для агрономов крупных хозяйств, наверное, может быть интересным. Ну, в этом случае, наверное, имеет смысл нам прийти человека, которого мы понимаем.